Всем добрый день! Как сказали, меня зовут Евгения, я операционный директор группы компании B2Broker. Мы являемся поставщиком технологичных решений для бизнесов на рынке цифровых активов и на рынке Forex. Работаем мы с 2014 года, и я могу сказать, что у нас до сих пор есть клиенты, которые с нами с самого начала существования бизнеса. И одна из причин этому – это то, что мы стараемся следовать каким-то новым тенденциям, мы стараемся постоянно идти в ногу со временем. И как раз поэтому мы в том числе и посещаем различные мероприятия. То есть наша цель – это не только показать себя, не только рассказать о себе, а и узнать, что нового проходит и происходит в принципе в мире и конкретно на рынке финтеха. Таким образом, мы не так давно вернулись из такого, я это называю, экспо-тура. Мы были вначале на Forex-выставке в Дубае, потом на большом финтех-мероприятии на Кипре, затем опять в Дубае на выставке цифровых активов. И там везде красной нитью проходят одни и те же понятия. Это понятие DeFi, децентрализированных финансов, это понятие NFT-токенов, это понятие стейкинга, стейблкоинов и так далее. Я сама не технарь, несмотря на то, что работаю в IT-компании, и поэтому мне было интересно разобраться самостоятельно и объяснить это простым языком, для того, чтобы любой, в принципе, обыватель смог понять, что же это такое. Начнем с королевы всех наук, со статистики. Собственно, на текущий момент общая рыночная капитализация рынка цифровых активов составляет 2,6 трлн долларов. Буквально в 2018 году, то есть 3 года назад, это было всего 0,5 трлн долларов, то есть мы видим такой как бы рост. Также растет количество монет и токенов, которые есть на рынке. Опять-таки, сравнивая с аналогичным показателем 3 года назад, это было в районе 2000 монет, но мы помним, что тогда был 2017 год, появлялось невероятное количество различных монет, благодаря действительно там разным ICO-проектам. Конечно, многие из них канули в небытие, тем не менее сейчас это 6000 монет, из которых активно используется, ну, в районе как бы тысячи. То есть мы их называем ликвидными. При этом более 210 миллиардов долларов ежедневный объем транзакции биткоина и эфира, но как мы видим на графике, сравнивая с показателями 2017 года, мы видим, что немножко падает. И это как раз-таки первый тренд, о котором бы я хотела сказать. Это снижение доли биткоина и эфира в общей капитализации валют, криптовалют. То есть если мы сравниваем опять-таки с показателем 2018 года, где на биткоин и эфир приходилось приблизительно 80% всех транзакций, на сегодняшний момент это в районе 53%. Связано это с тем, что как и любой рынок, рынок криптовалют все-таки стремится к диверсификации, и безусловно не может как бы рынок быть сфокусирован буквально на двух валютах, поэтому появляются в том числе и стейбл коины, то есть стабильные монеты. На текущий момент общий рост капитализации рынка стабильных монет составляет 4%. Еще одна из причин, почему так происходит, заключается, не секрет, что биткоин и эфир – это очень волатильные инструменты. И изначально все-таки криптовалюта создавалась как платежный метод, тем не менее ввиду такой большой волатильности вот этих двух монет, расчеты в них довольно неудобные, и как раз-таки опять на первый план выходят стейбл коины. Кроме того, что появляется большое количество новых монет, также на этом рынке для спекулятивных целей появляются новые инструменты. Рынок довольно новый, поэтому появляется что-то постоянно новое, и к таким довольно традиционным инструментам, как SPOT, как FUTURS, добавляются так называемые перпетчуал фьючерсы и добавляются CFD. Собственно, CFD – это очень понятный инструмент, это контракт на разницу цен, абсолютно спекулятивная история. Она довольно проста для понимания обывателями, поэтому довольно популярна среди форекс-трейдеров, среди крипто-трейдеров, и как следствие все больше и больше форекс-брокеров и крипто-брокеров добавляют ее на свои площадки. Собственно, CFD торгуется 24 на 7, это одно из основных преимуществ данного инструмента, потому что оно, по сути, стирает любые границы между людьми, которые ими торгуют, между площадками и так далее. Вместо ставки финансирования здесь есть SWOP. SWOP начисляется брокером на следующий день. И, собственно, инструмент интересный, и рекомендую попробовать. Что касается перпетчуал фьючерсов. По сути, это бессрочный контракт. То есть это обычный фьючерс, основной отличительной характеристикой которого является отсутствие даты срока действия этого контракта. То есть вы можете удерживать позицию ровно столько, сколько вы захотите это делать. Собственно, цена на данного инструмента очень ближе всего похожа на SPOT. И это также спекулятивная история. Также торгуется 24 на 7. Здесь ставка финансирования может быть как отрицательной, так и положительной. И в зависимости от того, в какую сторону идет позиция, длинная она или короткая, происходит начисление и списание. Следующий тренд, который сейчас происходит, это эволюция блокчейнов. Собственно, на мой взгляд, у блокчейнов есть две основные проблемы. Первая проблема – это скорость количества транзакций в секунду в пике. И второй момент – это высокие комиссии. Ну, приведу такой очень примитивный пример. Допустим, вы приходите в магазин и хотите купить бутылку воды, которая стоит 1 доллар, но при этом вам нужно за нее заплатить 5 долларов, так как 4 долларов – это комиссия магазина. И при этом вам нужно ждать 20 минут, может быть 30 минут, а может быть целый час. Захотите вы пить эту воду? Ну, я думаю, что нет. Конечно, это такой довольно утрированный пример, но что я могу сказать? Конечно, это не отталкивает интерес от этой индустрии, но тем не менее это дает возможность рынку расти куда-то дальше и искать какие-то новые возможности. Именно поэтому эфир 1.0, который работает на протоколе Proof of Work, активно стремится к тому, чтобы перейти на протокол Proof of Stake. Что это им сможет дать? Ну, собственно, во-первых, сможет увеличить количество транзакций в секунду с 30 до 100 тысяч и, конечно же, сможет уменьшить комиссии, потому что сейчас комиссии на эфире могут быть невероятно большие. Я поставила среднюю 25 долларов, но все мы понимаем, что в пиковые моменты это может доходить до очень больших объемов. Соответственно, 1 доллар за транзакцию – это то, к чему они стремятся. Ну, конечно, стоит сказать, что появляются в том числе и другие блокчейны. Например, Solana заявляет, что сможет делать секунду 700 тысяч транзакций и при этом всего 3 десятитысячных доллара будет комиссия. Смогут они это достигать за счет абсолютно нового протокола, который называется Proof of History. В чем там фишка? Это, по сути, такая синхронизация алгоритмов. Имеется в виду, что в обычных блокчейнах, ну, скажем так, блокчейнах более старого поколения или в тех, которые работают на протоколах Proof of Work или Proof of Stake, у них нет единого источника времени. Здесь на протоколе Proof of History будет единый источник времени, который, отдавая это время в различные узлы, будет уменьшаться вот это количество задержки. Соответственно, транзакции будут проходить как можно быстрее. Ну и, собственно, Solana еще интересна тем, что они заявляют о том, что у них также будет параллельное исполнение смарт-контрактов. То есть сейчас, если мы сравниваем опять-таки с тем же эфиром, там смарт-контракты исполняются друг за другом. Из-за чего, соответственно, и увеличивается вот это количество, точнее уменьшается количество транзакций, которые возможно сделать в секунду. По сути, оба они еще не до конца запущены, поэтому пока эфир 1.0 по-прежнему занимает лидирующие позиции. Третий блокчейн, о котором хотела бы поговорить, это полка дот. Если мы переведем это слово с английского, это, по сути, принт. То есть представьте себе что-то черное, на котором белые кружочки, или наоборот, популярный у женщин принт. Вот это полка дот, то есть это блокчейн блокчейнов. Что имеется в виду в данном случае? Что, по сути, здесь кросс-чейновые транзакции. То есть вы можете инициировать, по сути, исполнение сделки на одном блокчейне и провести ее позже на другом. Они заявляют такие усередненные показатели по типу 150 тысяч транзакций в секунду и средняя стоимость транзакции в 1 доллар. Собственно, тренд развития рынка стейбл-токенов, но для начала объясню, что такое стейбл-токен. Это стабильная монета. Все очень просто. То есть это монета, которая закреплена за определенным активом. Чаще всего это доллар. При этом, в чем ее плюс, что в отличие от обычных криптовалют, которые довольно волатильны, стейбл-коины, они стабильные. В этом их большой плюс. При этом делятся они на централизованные и на децентрализованные. И в данном случае централизация или децентрализация имеется в виду, кто является эмитентом, скажем так. Соответственно, если мы говорим про централизованные, эмитентом является компания. Но при этом они делятся на регулируемые и нерегулируемые. Не нужно путать как бы с CDBC. Поговорим потом тоже о разнице. Это валюты центральных банков. Регулируемость в данном случае значит, что они проходят аудит. То есть внешний аудит, который действительно подтверждает обеспеченность вот этих токенов, точнее этих монет, какими-то реальными активами. Допустим, такие монеты, как Gmini, USDC, BUSD, PAX, они проходят этот аудит. Чаще всего эти компании зарегистрированы в Штатах. И такой New York State Financial Department подтверждает то, что эти аудиты проведены верно. При этом самой популярной стабильной монетой, как ни странно, является монета из нерегулируемого списка. Это USDT. USDT это компания, точнее это монета, выпущенная компанией Tether, которая буквально недавно находилась в таком, скажем, не слишком благоприятном состоянии. Почему? Потому что они очень долго отказывались от аудита. Соответственно, они не могли как-либо подтвердить обеспеченность своей монеты долларами, за что были оштрафованы SEC, и все-таки пришлось им пройти этот аудит. С другой стороны, аудит был такой очень странного формата. Если кому-то будет интересно, обязательно прочитайте. Аудит показал, что да, данный токен обеспечен, но при этом не реальными деньгами, а где-то деньгами, где-то активами. Поэтому до сих пор этот аудит считается таким немножко сомнительным. Тем не менее, оборот данной валюты составляет 67 миллиардов долларов и по-прежнему продолжает расти, потому что является, по сути, одной из самых популярных монет. Децентрализованные, собственно, простыми словами, эмитентом выступает смарт-контракт. То есть не принадлежит никому, и сейчас идет очень большой тренд на это. И вот этот тренд на децентрализацию, он в том числе имеет свое отображение здесь. То есть любые децентрализованные монеты растут очень сильно вверх. Имеется в виду, что никакого внешнего влияния стороннего на них нет. Следующий тренд, о котором хотела бы поговорить, это цифровые валюты центральных банков. Итак, самое главное отличие между цифровыми валютами центральных банков и, например, теми же стабильными монетами. Смотрите, цифровые валюты центральных банков – это централизованные токены на централизованных блокчейнах. Имеется в виду, что и токен, и сам блокчейн создан государством, и им же регулируется. Если мы говорим, например, про стабильные монеты, то это централизованный токен, потому что он выпущен какой-то конкретной компанией, например, как в случае с USDT и Tether, но при этом находится на децентрализованном блокчейне. Потому что большинство стабильных монет до сих пор выпускается на площадке эфира. Но при этом, кстати, есть такой тоже тренд, что в последнее время все больше и больше стабильных монет выпускается на Trony и на Binance Smart Chain. Собственно, какой здесь основной тренд? Сделаю такое небольшое лирическое вступление. У нас в группе компаний с 2017 года работает офис в Гонконге. Штат там практически не меняется, растет, но основной костяк по-прежнему сохраняется. И у нас работают этнические китайцы. Соответственно, все, что происходит в Китае, их всегда очень интересует, волнует. И в своих каких-то ежемесячных отчетах они всегда об этом говорят. Собственно, что касается Китая. Сейчас выпущен приказ правительством Китая о том, чтобы до конца 2021 года запретить абсолютно любые криптовалютные биржи, криптовалютные кошельки, которые работают на территории Китая. При этом уже в 50 городах Китая на текущий момент тестируется цифровой юань. До конца 2022 года они собираются ввести цифровой юань по территории всего Китая. С учетом того, что в России, по некоторым данным, тесты начнутся в 2022 году, я думаю, что для нас это очень хорошая возможность как раз-таки перенять положительный опыт или, например, наоборот, научиться на ошибках. Так, DeFi. Вот DeFi — это как раз-таки тот слайд, на который мне нужно довольно много времени, потому что я хотела привести пример. DeFi — децентрализованные финансы. Об этом немножко поговорили. И есть три основных термина, которые чаще всего там используются. Лендинг, стейкинг и фарминг. Смотрите, лендинг очень просто. Это, по сути, такое кредитование без посредника. Как это происходит? Вот, допустим, у меня есть какое-то количество криптовалюты, которое я думаю, что будет расти, и при этом я не хочу ее продавать, но хочу на ней зарабатывать. Конечно, я могу зарабатывать, просто держа ее, если курс будет расти, но я хочу зарабатывать больше. Я иду на одну из таких лендинг-платформ. Соответственно, там есть кнопочка «Депозит». Я кладу свою криптовалюту в общий пул ликвидности, при этом я вижу свою ставку депозита. Как правило, эти ставки депозита, они могут быть там от 0,1% до практически 150%. За счет чего это достигается? Вот смотрите, есть такие же, как я, которые принесли эту криптовалюту и задепозировали. А еще есть те, которые хотят эту криптовалюту взять в кредит для каких-то своих других финансовых операций. Например, они понимают, что им нужна эта криптовалюта, не хотят при этом ее где-то покупать, но хотят каким-то образом на этом заработать. Так вот, разница в моей ставке депозита и в ставке кредитной другого человека – это комиссия вот этой платформы. При этом моя ставка и его ставка формируются очень просто, то есть депозитная и кредитная, в зависимости от спроса и предложения. Чем выше, точнее, чем ровнее будет корреляция между всеми теми деньгами, которые задепозировали по данной криптовалюте, и всеми теми валютами, которые взяли в кредит, то есть чем меньше будет разница, тем выше будет вот эта ставка для меня. Чем, соответственно, разрыв будет выше, тем ставка будет ниже. Я, к сожалению, уже вчера подумала о том, что было бы очень наглядно показать, как это выглядит на живой платформе ААВА, вроде называется Ева или Ива. Вот там очень интересно, зайдите обязательно посмотрите, там наглядно прям видно, как это работает. При этом вот когда я говорила о тех, кто берет кредит, я говорила о том, что они его берут для каких-то своих нужд. И вот этот, то есть для, по сути, поиска доходности какой-то, да, вот этот поиск наивысшей доходности – это и называется фарминг. При этом, что такое стейкинг? Тоже очень просто. Это, по сути, присуждение вашей криптовалюте определенного смарт-контракта. То есть вы, допустим, отдаете как будто бы свою криптовалюту, чтобы получать за нее награды, участвуя в экосистеме, инфраструктуре биржи. Вот, собственно, вот эти три понятия очень простые. При этом, например, фарминг может в себя включать и первое, и второе, потому что и в первом, и во втором случае вы получаете как бы прибыль, и при этом фарминг – это поиск вот этой наивысшей доходности. Пару слов про NFT. NFT – это такая настоящая хайповая еще штука. Для того, чтобы объяснить, что это такое, нужно сделать расшифровку англоязычного термина – non-fungible token. Non-fungible – это невзаимозаменяемый. Вот в нашей жизни чаще всего есть взаимозаменяемые, точнее, чаще всего как раз-таки невзаимозаменяемые объекты у нас есть. Взаимозаменяемые – это, например, один доллар и второй доллар. Невзаимозаменяемые – это, к примеру, ваша собака и точно такая же собака другой породы, но она уже не ваша. Соответственно, вы ее заменить не можете. То же самое относится к любым предметам, которыми вы попользовались, потому что они несут вашу уникальность. Соответственно, вот этот невзаимозаменяемый токен – NFT – по сути, это цифровой сертификат, который несет данные от вашей причастности к какому-то товару или какой-то услуге. На текущий момент это чаще всего применяется в цифровом искусстве. Вот, допустим, криптопанки, которых я здесь указала. Как думаете, сколько стоит такая картинка? Ну, я думаю, что вы скажете, там, не знаю, ну, 100 долларов, 1000 долларов. Нет, на самом деле пиковая цена такой картинки доходит до 10 миллионов долларов. То есть это чистой воды хайп, и, откровенно говоря, скажу, что мне кажется, что это происходит методом такого пампинга, потому что есть два сценария. Если вы хотите купить, если вы хотите продать. Допустим, если вы создали картинку, не знаю, в фотошопе, дальше вы идете на одну из платформ, на которой эти картинки могут продаваться, и вам нужно пройти такой процесс, который называется минтинг. По сути, это к вашей этой картинке прикладывается как бы определенный токен, который в будущем будет нести информацию о создателе этой картинки и о всех движениях, которые по ней будут дальше. То есть, по сути, это токенизация какого-то актива. Ну, а дальше вы говорите своему, например, какому-то другу о том, что смотри, я вот выставил картинку, а ты ее купи. Он ее купил, затем продал вам. И так вы постоянно гоняете цену, доводите ее до какого-то максимума, а потом приходит какой-то крипто товарищ и ее покупает. Ну, и по поводу покупки очень легко. Тоже точно так же можно купить, если вам это нужно. Последний слайд, немножко о нас все-таки скажу. У нас группа компаний, которая насчитывает определенные разные направления. Направление, с которым мы представлены в России, это исключительно IT. То есть, мы делаем софтверные решения для брокерских компаний и криптовалютных бирж, это торговые платформы, это коровые системы личного кабинета, инвестиционные платформы, агрегаторы ликвидности. От наших иностранных лицензированных компаний с европейской лицензией в том числе мы предоставляем ликвидность брокерским компаниям и биржам за границей. Также у нас есть платежное направление, представлено нашим лондонским офисом. У нас есть криптоплатежный шлюз, то есть это решение, которое вы можете поставить на свой любой бизнес и начать принимать криптовалюту в оплату за свои продукты и услуги, так же, как вы принимаете там Visa или Mastercard. Для этого мы постоянно работаем над получением различных разрешений, вступаем в различные ассоциации, мы также являемся членом Сколково. Ну и на текущий момент у нас получается 239 сотрудников, возможно, уже больше, так как я, в принципе, отвечаю за людей, я понимаю, что выходы у нас есть. Мы сейчас здесь представлены на стенде, будем рады ответить на любые вопросы, развить как-то тему или там, не знаю, что-то обсудить, показать наши продукты вживую. Всем спасибо, хорошего настроения и очень надеюсь, что это было полезно. Евгения, не уходите, очень, очень, мне кажется, было полезно. Презентации будут выложены, мне кажется, такая образовательная, погружательная, если есть такое слово. Очень большая команда над ней работала, дизайнеры. Всем хочу сказать спасибо тоже. Очень красивая и очень полезная, мне кажется, потому что это такая тенденция на будущее. Пока наши слушатели, так сказать, формируют свои вопросы, очень простой вопрос. Как вы смогли пробраться в разные страны? Вы начали свою презентацию с того, как вы побывали в разных странах. Мне кажется, сейчас это очень полезная информация. Вы же не как криптовалюта туда просочились. Еще раз вопрос. Как мы попали? Как туда попали, да. Как мы попали в разные страны? Ну, очень просто. Я могу сказать, что я никогда не хотела как-то ориентироваться исключительно на русскоязычный рынок только лишь потому, что он все равно ограничен по территории. Поэтому первые клиенты, с которыми мы начали работать, это были клиенты из Азии. Так уж получилось, что в какой-то момент мы посещали выставки еще без оформленной компании, еще без стенда. Познакомились тоже с людьми, которые позже стали уже нашими коллегами. А дальше все очень просто. Если у тебя есть хороший продукт, а продукты мы всегда разрабатывали здесь, потому что именно в нашей стране работают лучшие программисты. Дальше ты запускаешь маркетинг за границей. Ну, вначале, конечно, вся юридическая история, регистрация компании, оформление всех документов. Затем маркетинг, селзы, техническая поддержка. На текущий момент у нас в компании люди разговаривают на 15 разных языках. То есть у нас есть даже один товарищ, который говорит сразу на 6 языках. Он гений. Майван, привет. Поэтому вот таким образом маркетинг, продажа, юридическая составляющая и, безусловно, продукт. Понятно. Спасибо большое. Друзья, какие есть вопросы? Вопрос такой. На втором сцене вы представляли информацию, что в России будет тестироваться в следующем году блокчейн. На какой платформе? Кто будет поддерживать? Опять Сбер или есть какие-то конкретные? Смотрите, в России планируется запуск цифрового рубля. Соответственно, имитентом в данном случае будет государство. Я не думаю, что они это будут делать в коллаборации со Сбером. Скорее всего, это будет какой-то отдельный блокчейн. Но скажу откровенно, в валютах центральных банков я не спец, поэтому здесь не подскажу. Но однозначно это будет государство, а не какая-то компания. Даже пускай гос. Можно еще один вопрос? В середине презентации была информация по лендингу. У вас опыт по лендингу был? Реализовали какого рода проекты, связанные с инвестированием? Да, я поняла ваш вопрос. Отвечу, нет, не было. То есть на текущий момент мы... Смотрите, мы предоставляем услуги для бизнеса. То есть мы не являемся сами брокером. B2 broker – это значит бизнес для брокера. В данном случае я привела это как тенденцию того, что сейчас очень популярно на рынке. При этом мы конкретно сами туда не инвестировали, но уже сейчас у нас есть чат в Телеграме, который называется DeFi Club, где мы с коллегами думаем о том, какие мы можем запустить инструменты и как мы можем сделать такой внутренний отдел проб трейдинга на собственные средства компании и на этом заработать. Но я лично знаю людей из индустрии, которые на этом очень хорошо зарабатывают. Правда, они зарабатывают не на лендинге больше, а на фарминге, в которые в том числе как бы лендинги входят. То есть перекладывают постоянно между разными площадками разную криптовалюту и нормально на этом зарабатывают. Но этим надо заниматься. То есть это должно быть вашей как бы основной активностью. Наша основная активность – это все-таки разработка софта и предоставление этого софта бизнесом. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот криптовалюта, децентрализованные финансы, возможность одалживать средства напрямую между людьми не приведут ли к какому-то потеснению или исчезновению банков из рынка? Не исчезнут ли они в дальнейшем? Хороший вопрос. Я думаю, что не приведут, потому что все равно люди делятся на новаторов и консерваторов. И все равно очень большая прослойка людей, особенно такого более взрослого поколения, будут пользоваться банками. При этом, смотрите, вот, допустим, на лендинге не так давно была ситуация, когда группа хакеров нашла уязвимость там и как будто бы взяла кредит, только не обеспечив его ничем реально. Понимаете? И сделала так сразу на нескольких лендингах. Поэтому до конца… Это ведь индустрия и, скажем так, инструмент, который только-только запускается. Там столько может быть еще всяческих проблем, что в любом случае такие стандартные финансовые институты, традиционные, как банки, они никуда не уйдут в ближайшие, ну, я думаю, лет 10 точно. Поэтому вопрос, что такое консерваторы и новаторы. Через сколько лет новаторы станут консерваторами? Евгения, огромное вам спасибо. Друзья, давайте похлопом благодарим. Евгения Микуляк, операционный директор B2Broker Group. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова